совершенно не обязательно чтобы мы друг друга видели и так всем добрый день сегодня у нас небольшая лекция для аспирантов которые обучаются в аспирантуре и факультета журналистики по старому я говорю сейчас высшая школа журналистики массовых коммуникаций соответственно наша задача подготовиться к экзамену так называемому кандидатскому экзамену по специальности вот и так получилось что мне выпала честь значит рассказать вам вот ну такую часть чтобы вы подготовились к вопросам по политической рекламе и пиар ну и не только практически просто по рекламе и политическому пиар государства то есть там есть небольшой блок вопросов зовут меня быков илья анатольевич у нас очень много быковых на факультете как минимум трое в неизвестных быков алексей юрьевич он журналист значит быков илья анатольевич и еще быкова елена владимировна нас кафедры связи с общественностью бизнеса короче мы недавно сделали фотографии назвал ее три богатыря однополить и самое смешное что мы не разводите вот значит я работаю профессором на кафедре связь с общественностью в политике поэтому видите у нас нету кумовства даже по фамилии потому что мы на разных кафедрах вот но тем не менее все ли видно все ли слышно кто онлайн все все видно все слышно да все хорошо отлично отлично я постараюсь не размазываться мысли по древу но если вдруг у вас есть какие-то вопросы вы не стесняйтесь спрашивать потому что наше дело такое научная до аспирантская она сложно нужно по идее много читать гораздо больше чем ходить на лекции а у нас так про план выстроить на наоборот лекции больше чем люди читают то есть по идее я вот как я готовился к экзамену помогло даже не было никаких лекций у нас просто был вот список тем не вопросов а темы вот как сейчас и список литературы я просто брал библиотеки читал книжки и так готовился к экзамену вот не знаю как как вы готовитесь но по-моему мне кажется это более правильно чем палит на лекции но тем не менее так скажем цель нашей сегодняшней занятия именно дать вам как бы инструмент который вы можете взять книжки прочитаются к этой сказали значит вот тема который мы должны сегодня пройти по идее да это не вопрос это именно тем как будут сформулированные вопросы я не знаю это всегда тайна покрытая мраком который знает только начальник аспирантуры вот и по моему каждый год они меняются даже формулировки так подлым образом специально видимо вот и вы видите здесь собственно что мы должны сегодня попытаться осветить это где взять информацию о том как значит что пишут нынче в серьезных научных журналах и монография что вообще в мире думаю по поводу взаимодействия органов госслужбы средств массовой информации какие есть теоретические прикладные исследования области политической рекламы стоять сообщественностью лоббизма и некополитической технологии реклама сминис история теория практика визуально-регибальные средства рекламы и соответственно связь с общественностью коммуникационный творческий аспект вот я могу сказать что на первый курс студенты приходят бакалавриат и считают что у нас очень творческая работа связи с общественностью но я их не разочаровываю на самом деле у нас не творческая а креативная то есть творчество и креативность это разные вещи но я постараюсь потом в конце показать ну ладно поехали значит по литературе и так как я уже сказал у нас в папочке вот корневом каталоге тимс давайте я покажу давайте покажу есть некоторая литература которую я буду упоминать но так чтобы вы просто были в курсе во первых очень хорошая книжка которая это учебник до американский но здесь как раз раскрывается это скорее для журналистов даже не для пиарщиков хотя пиарщиков это крайне полезная вещь здесь раскрывается с такой исторической ретроспективной точки зрения какие были теории влияния сми на общественное мнение и вообще на общественное поведение составы старых времен до новейших времен вот и очень хорошая книжка единственное что на русском языке когда переводили иллюстрации нет то есть это типичная проблема для наших издательств то есть они берут книжку катли по центру и брума про основы пиар и без иллюстрации то есть у них в америке но за той цена друга что например учебник стоит 100 баксов это нормально вы сами понимаете кто же нас купит 7000 ключей вот но тем не менее книжки чем хороша тем что там показывается что сначала была очень такая вот точка зрения что сми очень сильно влияет на аудиторию потом была такая теория гомеостазиса что обычно сми дают ту точку зрения которые общественность уже разделил здесь они не идут наперекор своей аудитории потому что они потеряют это аудитория пойдет другие сми то есть они потворствуют плохим значит инстинктом народа а потом все таки вернулись что в любом случае влияние есть она где находится в диапазоне от умеренного до сильного то есть на самом деле сми это очень важный инструмент нашем обществе современном в общем продукт первой необходимости значит еще я здесь вот вам выложил книжку известного специалиста по дискурсу да вот пожалуйста чем ван дейк у кого еще нет этой книжки чтобы не ходить библиотеку можно ее взять и прочитать этот вопрос вот о политическом дискурсе одна из таких вот магистральных тем наши науки да это теперь политический дискурс но все что связано дискурс теории вот с этого причем там очень большое разнообразие как мы знаем научных школ подходов ван дейк это такой я рассказал критический дискурс анализ есть разные подходы разные школы разные методики есть ну мы об этом еще поговорим короче вот пожалуйста можете скачать принципе или читать соответственно эту книжку еще посоветую да всегда мест стесняться ссылаться на петербургскую школу пена и рекламы и журналистике то есть коммуникативную школу а вот есть очень хорошую чем петербургской гавры который принципе это монография на самом деле но вот значит тоже она вот у меня есть хотя и по старым зданиям более новое но она вполне в принципе теории научной теории не создается каждый день да это все-таки не газетные что касается политтехнологии вот неплохое тоже учебник гринберг почему я учебники даю не монографии ну что принципе в учебниках есть всегда раздел литературы а в сутки монографии вы всегда можете методом снежного кома а найти информацию один из дневной одно из немногих изданий по политической рекламе кузнецова так что тоже можете пользоваться и последний а все это было последний а раз вот то есть я к чему плане потому что в принципе вам бы надо было самим почитать поработать литературу почитать и соответственно составить свое впечатление вот скорее всего я буду на экзамене если попадется вот вопрос вам связаны с этим блоком то я буду его слушать поэтому как бы можно было бы вам просто выдать то что я думаю во первых я не знал вопрос какие они будут поэтому вот если вы возьмете как сделать бомбу по моим лекциям и выяснится что она не помогет быть очень неудобно вот значит еще что я хочу сказать что у нас есть вот видите здесь написано и бс юрай бесплатный доступ от спбгу это значит что у нас вы заходите на сайт библиотеки спбгу там есть раздел базы то она и там есть оба с юрай и бэс электронная библиотечная система бюро и и вы соответственно от из по быгу имеет наш ст логин и пароль может совершенно бесплатно зайти и почитать ну вот например по рекламе вот эта неплохая книжечка полякова и романова разработка технологии плавного продукта это к вопросу о вот аудио визуальной виду вербально средства рекламы значит вот эту книжку грингов видите я вам выложу вот эта книжка коммуникативные технологии процессы мобилизации это наши монографии который мы писали а наши кафедры преимущественно про инвестиционные технологии небольшой фрагмент я сегодня постараюсь вам рассказать о теории становления повестки дня о самой теории и самое главное что это реально на практике менять вот вот наши учебники которые связь со общественностью в органах власти это первая тема да раз взаимоотношения органов власти и сми и джиар лоббизм это тоже одна тема была про джиар лоббизм тоже то есть они доступны то есть вы берете их вы и читаете вот причем вот этот учебник джиар лоббизм он лучший учебник на данный момент россии по этой теме почему лучше потому что во-первых более 100 вузов по нему учить то есть реально я встречаю людей на него больше всего ссылок и он лучше всего организован там есть кейсы из разных секторов экономики разные приемы методы но он и дико дорого стоит и это тоже показать почему он лучше потому что обычный учебник скажем наш учебник вот это связи с общественностью органов власти он стоит где-то 200 рублей а это стоит 1500 то есть издатель же не будет он понимает что учебник прользуется спросом значит что надо повысить процент еще один прежде чем мы перейдем собственно вопросом такой лайфхак как собственно должен быть у вас от выглядите ответный за смотри . я не знаю как другие но мне кажется всегда можно начитать концепции понять а то есть если вам вдруг упадает вопрос по джар вы говорите что такое джар и привыдаете определить желательно несколько а желательно также говорить что есть разные концептуальные подходы к изучению того или иного вопроса потому что мы можем подойти к вопросу журналистской точки зрения с точки зрения медиа лингвист с точки зрения социологии то есть могут быть разные точки зрения поэтому вот подходы надо всегда упоминали и понятия и важно еще при этом ссылаться на разные источники научный авторитет по мнению дмитрий петровича геню там профессора и так далее то есть не стесняйтесь называть фамилии вот ван дейк считает дискурс это то-то и то-то а значит да бордье считает что вообще общественное мнение не существует и все например вы как бы даете разные точки зрения и не стесняйтесь называть книжки которые вы прочитали по теме это всегда говорит в пользу того что может быть вы не до конца прочитали может быть но вы хотя бы оперируете знаете это как я не знаю вы это такая система сигнала да свой чужой вы показываете что вы свой вы хотя бы книжку держали в руках это как анекдот комнате так как меня зовут на экзамене профессор спрашивает молчание какого цвета учебник молчание голос задней парты вовале когда вы цитируете источники слайд вы можете близко к тексту да то есть вы можете с какими-то ошибками но хотя вы говорите вот как у центра брук пишешь и пиар это то-то и то-то ну хорошо возьми с полочкой вот у гринберг там было написано что тут это политические технологии это тот и то-то не стесняйтесь также использовать практические примеры если скажем вы рассуждаете о медиа relations госорганов да вы говорите вот значит у нас есть система пресс-конференций публичных выступлений заявлений вот у нас есть известные спикеры например пресс-секретарь песков стесняйтесь не стесняйтесь что в этом такого это нормально ну и наконец ваше аргументированное мнение то есть вы говорите да я думаю что касательно вопроса по джар это тот и тот а лоббизм это и тут подводить резюме да что вот я вам предложил разные или вы можете присоединиться к какому-то определению но аргументированно понятно да и тогда у вас будет ответа раскрыть то есть у вас будут и теории практика и ваше мнение и аргументации все у вас будет все нормально тогда будет сложно в общем-то вас критиковать что смотрите мы все-таки когда мы говорим о коммуникациях да есть теория коммуникации есть какие-то экономерности есть общественное мнение из более-менее принятые точки зрения но еще гораздо больше не общепринятых то есть времени а неких гипотез которые нуждаются в подтверждении понимаете некоторые гипотезы которые еще надо считают еще думать будут они 1 то есть надо еще проверять вот и поэтому но то есть поэтому скажем человек может принадлежать другому другой научной теории вот например да смотрели вы фильм какой-то теории большого взрыва там значит есть сторонники теории большого взрыва есть теории струй а и они оба математически теоретически они оба вроде работы но до конца непонятно и вот они значит между собой все время собачиваться хотя казалось бы это стратегия и там все должно быть четко ничего подобного но если а я так смею думаешь у нас комиссии нормальные ученые то если вы высказываете даже точку зрения который не совпадает с точкой зрения экземинатора но при этом вы выдаете ссылки на источники аргументируйте свою точку зрения даете понятие концепции так далее вы знаете скорее всего у вас будет хорошая цель потому что но нас нормальные люди адекватно по большей части так давайте начнем самого такого вот вопроса есть наука певиологии вообще может ли мы об этом говорить потому что когда мы говорим о связи с общественностью там органы государства власти логизм там и так далее всегда возникает вопрос в общем была такая попытка есть кузелева сагат который дописал монографию на эту по этому поводу вот что в принципе как бы скорее есть потому что что такое наука или какая-то область научного знания да это некий социальный институт вот то есть если у нас есть научная специальность медиакоммуникации журналисты значит что значит это наука хотя на самом деле конечно это вопрос потому что вот недавно Владимир Владимирович Путин сказал на встрече с лидерами России одна девушка там ему говорит вот я собираюсь кандидатскую защищать политологию а он ей говорит ну и политология это не наука не видели этого нет у меня на ютубе есть это было вообще просто я вот считаю что всем кто значит ну политологией заниматься я доктор политических наук я считаю что он не прав но это нужно на семинарских занятиях обязательно начинать вот с первого курса бакалавриата вот это показывать и соответственно ну как бы спрашивать у людей потому что действительно а ком извините сейчас я забыл какой у меня там адрес но если что меня можно легко найти в ютубе в яндексе и в гугле просто написать выкопили антольчик блок блок спот значит не пост а блок спот я забыл потому что надо было быстрее через яндекс ой 8 секундочку просто и таким образом мы выйдем на ютуб да ёлы пала так ладно так да это по-моему мой так точно так сейчас найду плейлисты наверное политология по-русски по-моему здесь а вот а вот это нет да это есть это это предмет и метал вот значит иди народ тут работает так значит это конечно проблема для социальных и социально экономических наук являются ли они вообще наука потому что политологии и журналистике как наука группе орологии в общем то общие такие методы такие общие социально-экономических наук то есть у нас есть считается что у нас есть точные науки да это вот те которые построил построены на экспериментальном знании которые физика химия там мы можем повторить эксперименты там не знаю так далее да есть гуманитарные иногда называют но я считаю лучше социально-экономическими у нас есть ограничение по эксперименту мы на живых людей в общем ограничены и или если мы берем какое-то информированное согласие то это неизбежно влияет на поведение людей они понимают что участвует эксперимент вот то есть мы как бы ограничено в отличие от физиков мы не можем взять кувалду начать бить по людям и не смотреть как будет толпа реагировать это но как бы не идти вообще западных музык во всех есть отдельные комиссии и прежде чем мы делать какое-то научное исследование вопрос ангетирование все весь вашим комментарий проверяют метичный есть меня был знакомый из амстердама он жалов полгода мурыжили не разрешали делать интервью по цифровому видела антилизма то есть он людей спрашивал вот знаете мстители до которые там пишут что нибудь у людей комментарии типа то ты сам вор так вот или анонимизирует полицейских которые участвовали в каких-то изменениях еще до анонимизирует а значит выкладывать все данные и те люди которые пострадали могут идти на пить морду по частному вот или еще чё хуже вот и они там долго там сомневались какие вопросы задавать какие-нибудь на потому что это в общем-то разрываем экстремизм и тогда может быть ну как это ну в общем это очень сложно вот и получается и есть еще вообще искусство до артс по английским университетах есть арт станут на театральная постановка лепнина там какая-нибудь художественная потому что ну вот леонардо да винчи пытался сказать что можно пропорции распроизвало то есть сечение и перспективу он открыл ну не он вот так вот это вот сюда что это можно математически посчитать но современное искусство когда на него смотришь понимаешь то есть это по моему это не как вот экспериментально математически не оправдывает это такой вообще сюрреализм да ну шоу там какая там пропорция априори есть да да но какие-то принципы и правила но другой стороны понимаете настоящий фотограф отличается тем что он делает не так как все понимаете особенно сложно найти вот сделать фотографию персональную то есть именно портретную съемку насколько я понимаю самое сложное что фотография существует потому что кому-то вы одеете шапочку кому-то очки снимите ну чтобы показать ну как бы человека выбить привычно чтобы что-то раскрыть да и поэтому я не знаю и мне кажется что это четко совершенно деление у нас есть точные науки где эксперимент это ведущий метод есть соответственно социально-экономические где все-таки есть корреляции там факторный кластерный анализ который мы можем что-то посчитать и пытаться там психологии знаете вот такие науки да а медицина понятно это первая область но во второй там ведущий метод это все-таки не эксперимент в социально-экономических науках хотя иногда вот думаю что мы живем стране делать вот эти социально-экономические науки дал вроде бы экономика это тоже наука но вот поговорить с двумя экономистами там разная теория знаете вот и соответственно есть а третья область знаний которые вот они такие эмоциональные где в общем-то я бы сказал что все-таки какие там научные методы исследования в искусствоверении какие вопрос какие там метод какой метод является основным то есть социально-экономических науках да это разные статистические методы где мы в общем не производя экспериментов можем все-таки какие-то закономерности посчитать а варц я не знаю ну ладно более того мы знаем что есть разные так называемые исследовательские парадигмы и теории вот томас кун открыл свое время такой был известный философ известный исследователь научного познания и он сказал например такие вещи что вы знаете очень много определяется вот парадигмами то есть таким вот установками исследовательские потому что скажем ну какое-то время историческое люди даже не думали вот такими методами например ну или такими понятия например многие говорят что как вы можете демократию сделать в африке нет нету даже слова я вот китайцами разговаривал официально несколько раз поднимал у них есть на слове вот китайский языке слова демократии так у них нету такого но в наше понимание его нет скажем русском и бы сказали народов у нас она у нас демократия все-таки из греческого греческого у нас много в принципе он уже такой русский термин китая нету такого даже термин то есть у них там есть какой-то это китайские иероглифы которые ну я не специалист по китаю но они говорят что это как-то это там два слова китайских и одно как бы не демократия что народ властвует а это что это общее мышление как-то переводится то есть народное мышление вот короче вы поливаете вот и короче про эти парадигмы он например говорю что вы понимаете в античное время можно было построить воздушный шар все инструменты были но люди об этом даже не думать и только вот во время возрождения до винчи начали думать а почему человек не летает он начал там рисовать крылья а потом и до петрили что давайте сделаем воздушный шар что не могли время греции делать воздушный шар могли но они даже не стали на такого вопроса у них не было такого вопроса принципе ну как бы люди не умеют летать поэтому чтобы птицы умеет обидеть нет все даже вопрос поставить зачем хотя бы у там абы кори проще котором сделал крылья полетел и сгорел вот и вот он как раз и говорит что есть такие вот направлении установки научные которые как раз и создает эти парадигмы каких-то культура есть эти исследовательских каких-то метод то есть но люди вообще об этом не думают у них более ценный внутренний мир и поэтому они занимаются исследованиями внутреннего мира вот у меня есть парочка таких философов знакомых один значит все время чакру очищает у него там 50 тысяч подписчиков ютубе если меня полторы огромное количество народа то есть он там прямо рассказывает там техники раскрытия души да вот для буддистов и вот для индуистов вот прям знаете они прям верят и для них это тоже наука научное знание ну я ничего плохого не хочу сказать очень хорошие люди иногда чаще всего вот и еще очень нет его всю жизнь этим заниматься всю жизнь нет это кстати это надо считать не уверен это надо считать еще очень важно что когда мы говорим о науке да что бывают как бы большие теории братья да например вот структурный функционализм это вот гранд феори пропагандовала на то чтобы всю социальную реальность объяснить с точки зрения вот этого структурного функционализма что вот у нас есть система не есть элементы они выполняют какие-то функции и все можно описать все то есть туда можно все включить вот а есть теория так называемая среднего уровня вот допустим сегодня мы будем говорить о теории стимулируемой поездки дня это как раз типичная теория среднего которая пытается объяснить несколько взаимосвелить несколько то есть не все а вот про место вот и значит если говорить вот об этих больших научных подходов и гранд-феорий до больших научных теорий то сейчас журналистики в пиаре в социальных ментарных науках есть четыре основных научных подходов или гранд-теории во-первых до сих пор функционирует позитивизм а в плане там пост позитивизм да то есть мы делаем анкетирование на делаем опросы мы пытаемся проверить факты мы пытаемся исследовать социальную реальность с помощью традиционных социологических методов почему пост позитивизм потому что но это не тот позитивизм который был два столетия назад все уже говорят что очень сложно что эти вопросы не работают и нужно смотреть за тем что реально люди делают ранее за тем что они анкете отмечают вот я считаю что это в принципе основное направление если мы говорим о современной науки а вот медиа коммуникация что-то основное направление научный подход если вы возьмете западные статьи западные исследования монографию то это вот 90 процентов именно такой подход у нас есть проблема мы берем с логически инструментальный дискусс анализ делаем контент анализ ну короче используем традиционные методы пытаемся проверить взаимосвязи значит если говорить коротко о позитивистском подходе да то это такой вот посыл такая парадигма что давайте пытаться делать исследование социальной ткани социальной монетарной как точных науках все тоже как точных науках давайте так будем делать ну стараться то есть допустим да у нас есть ограничения мы не можем экспериментировать стали ставить опыты над людьми и так далее без согласия что соответственно влияет на их реакцию да ну потому что это не этично но все основные методы доступны мы можем замерять скажем какая пропускная способность метро там какие часы пик там и так можем можем замерять сколько людей там посещать какие-то сайты может ну как бы такой вебометрику такую делать можно можно услышать оппозитивистский метод вот мы можем изучать как люди было спутно ну и так далее то есть все вот это вот там есть еще соответственно марксизм или кратит критическая теория марксизм это но как бы изначально а в америке говорят критика критическая теория потому что было время когда у них марксистов сажали вешали как коммунистов поэтому вы был такой период период маккартизма когда людей реально штурмовали что вот он там и не значит его надо уволить как минимум с работы а еще лучше посадить значит поэтому они там критическая теория это в принципе очень известная теория очень много известных ученые не продолжают работать значит понятно что она опирается на труды маркса ленгельса и конечно есть более современные версии этой французская школа огромный массы и короче очень много новых таких версий максима иногда он как бы с чем-то скрещивается там например с фридизмом иногда скрещивается то есть там разные такие вот неофридизмские штуки если мы про экономику говорим то есть скажем очень известный мир системный анализ валенстана да что все современные международные отношения и вообще международная политика она зависит от экономических разделения труда и соответственно есть страны гидралью и страны по периферии и страны периферии и вот напряжение между ними позволяют какие-то конфликты есть наконец системный анализ это современный да это такой структурный функционализм модернизирован а вот самое известное для социальных наук это вот николас луман у него есть книжка по коммуникациям и он как раз пишет что в отличие от такого старинного структурного функционализма он пытается преодолеть самую большую праздник структурного функционализма это отсутствие динамикой то есть вот с точки зрения структурного функционализма мы все можем объяснить за исключением одного почему система меняется почему ну грубо говоря она развивается куда-то или ломается или рушится потому что у каждой структуры есть свои функции они выполняются все нормально почему я не перездаю выполняться иногда или что-то возникает новое почему социальных наук это невозможно объяснить с точки зрения структурного функционализма он он очень тяжело ему это дается вот а у николаса лумана есть такая система что кстати у структурного функционализма тоже есть обратная связь инструмент но николас луман доводит как бы добавляет такие механизмы аутопоэсиса самоуправления то есть это тоже обратная связь но она более тонкая более настраиваемо там очень такие знаете тонкие такие вот грани между отличие и развитие вот николаса лумана я не считаю что он на самом деле преодолел полностью вот эту проблему структурного функционализма это отдельная научная теория научная дискуссия что там делать но сама попытка очень хорошо потому что он как бы говорит я не против позитивистского подхода мы можем все это как бы использовать в системном анализе да и он пытается ответить на вопрос почему ли система меняются но я так на самом деле не до конца не разобрался так говорится сколько только живу столько учить очень последние годы такое популярное направление постмодернизма по смотрим низкой философии и много людей пытаются не работать стимуляторами да связи виртуальной реальности но тоже результаты тоже такие под вопрос я я не могу сказать что я прямо постмодернист но прямо скажем что что-то в этом есть да то есть вот эта идея дрияра про симуляторы она живет реально она так скажем для пиара вообще скажем многие поле то есть для таких политехнологов для джарщиков для пиварщиков эти вот виртуальные какие-то события виртуальные персонажи участники жизни виртуальные именно да то есть они выдуманы вообще иногда не больше влияния чем реально это вообще просто вот прямо интерес у нас есть на кафедре реклама есть такой ульяновский известный очень специалист по мифа дизайну и ваш было целое исследование про вымышленные персонажи то есть например он опрашивал студентов ну понятно кого можно опрашивать элементы какие персонажи вот там и у него там была целая карта этот персонаж то есть люди знают ну карту вот этих вымышленных персонажа при этом они не знают кто там лице-премьер там губернатор понимаете то есть люди живут вообще вымышленных мире это вообще просто поразит а если они живут в вымышленном мире а это влияет конечно на их победили поэтому и вот очень странно что вот таких вот реальные исследования нет потому что по мне кажется что это очень хорошая тема вот нет нет я просто говорю представляете себе молодежь у нас например санкт-петербурге молодежь в последних выборах принимала 9 процентов молодежи принимала участие выбора а пожилого на следующий чувствуете раз почему даже не знаю кто такой губернатор какой ваш у них вообще выбрать они вообще живут другой реальность а если бы потом какой-нибудь ритуальный персонаж сказал да все голосуют за кубкина я покатрирую да но а значит смотрите мой вывод такой что у нас присутствует плюральный научных подходов научных методов в принципе с доминированием позитивисты методики вот это повестки и общими ограничениями свойственными всем областям социальных наук то есть социологии психологии экономики истории и так далее а я не знаю можно долго разводить диспут является ли история наукой вот у нас был такой единственный очень известный министр культуру вот он кстати был пиарщиком он был главой российской ассоциации по средам сообществ несколько лет вот и вообще он пиарщик на самом деле между нами вот и он как раз считать что вот в истории надо сделать мифы там панфиловцы и прочее-прочее сторонник такого постмодернистского в общем-то подходы вот так но я с этим не согласен считаю что история наука что там есть свои факты и современная история она больше напоминает социологию просто обращенную в прошлое там все социологические методы они пытаются увеличить и сколько было население скажем париже там пятого века по черепушкам там и прочее а у них очень теперь в истории очень развитые дополнительные такие научные дисциплины типа определения возраста чего-то там углеродный анализ там они проводят а то есть чтобы установить точно понимаете они прям реально и кучу копий ломают между собой там вот это было телега или не было телеги они там спорят бесконечно вот и понятно что история как наука могла бы установить все факты сколько примерно до опять же у нас активы большие проблемы сколько у нас погибло второй мировой войне как там все это развивалось реально так могли бы установить у нас половина архив закрыта а еще интересно что даже если открыть скорее всего мы все равно будем еще долго ломать копья сколько же все таки был расстрелив перегрессированы потому что очень много вот этих вот отчетов было подделать двойная бухгалтерия там чтобы реально разобраться это надо долго разбираться вот но опять же еще раз говорю современная история она больше напоминает социологии там все тоже считают высчитываю там корреляции факторный анализ регрессионы и прочее то есть просто вот мы реально сидят вот нормальных странах и пытаются отличить факт от подделки знаете все пытаются разобраться и это прям реально очень много времени занимают но это возможно я считаю другое дело что это представляете какой должен быть уровень финансирования должна быть научная реальная дискуссия и так далее ну вот в качестве примера да я вот приведу буквально несколько диссертаций которые недавно у нас были защищены вот например у нас есть преподаватель теперь да он использовала концепцию коммуникативного капитализма чистые и бактеризм ну модернизированной форме да что у нас соответственно есть цифровые капиталисты и цифровой право и так далее все можно принципе так вот так давать как сейчас у нас происходит а возможен вот такой подход тоже наш преподаватель написал диссертацию конфликт мировоззрения современной российской журналистик тоже чего начинаем с первого зрения даст конфликта какие-то самую самую все теорию как бы читаем у меня защитилась две аспиранты одна аспиранты защитилась по политической мобилизации социальных миде и у нас тоже первая глава была чистая теория что такое политическая мобилизация то есть мы берем все понятия каких режимах как воспользуются почему когда какие формы мобилизации и вот буквально 7 марта макануне 8 2 2 аспиранты по теме связаны с медиа компетентностью политической культурой молодежи россии и вы знаете медиа грамотность есть понятие она уже давно используется начиная 60-е годы в педагогике что понимаете когда пришел телевизор вдруг выяснилось что дети в ходе там детских саду начинают говорить преподавателям что они что они не права чтобы по телевизору по-другому скажу а по телевизору вы понимаете могут все что угодно особенно увлекательных школ но вот и но в последние 10 лет где-то на западе наметилась такая тенденция говорить о медиа компетентности то есть есть компетенция низшего уровня этой медиаграмма то есть общее представление о том как работают медиа что такое что бывают там фейк-ньюс что делать чтобы отличить фейк-ньюс от не фейк-ньюс такой факт-чекинг да там и прочие такие базовые вещи до продвинутых вещей когда персоной является медиаграмотной медиа комбинатный в полном мере и может на этом зарабатывать то есть вы не простоε вина мидиа брома может такие посты что вы можете много денег за оба понимаете вы можете создавать контент который будет пользоваться спросом либо на этом будете зарабатывать вода поэтому так с чего вам нужно начинать при диссертации. Это всегда посмотреть другие диссертации, похожие к вашим темам. Посмотреть западные публикации и дальше развиваться. Но в любом случае вам нужно думать о научной теории. То есть обычно кандидатская состоится только в том случае, если у вас есть теория. То есть если у вас есть научная проблема, теоретическая проблема. Какое-то понятие, какой-то феномен, который требует осмысления, доработки, развития и так далее. Я помню, как-то мы с Балаховской, Владимир Владимирович, писали статью про вербальную агрессию. Известная тема такая. Мы исследовали блоги ЭТО Москвы, выяснили, что чем более у вас агрессивная публикация, тем больше комментариев, значит, что поддайте жару. А потом я поехал, на конференцию на четвербежную, и там выступал человек из Амстердама. Блин, он так далеко ушел вперед именно с теоретической точки зрения. У нас было очень такое простое деление. Есть агрессия, нет агрессии. А у него там виды, подвиды. Блин, я так думал, блин, как мы плохо работаем. Зачем он там говорил, ну еще надо много работать над этой темой. Ну вот, вот еще какие книжки, соответственно, вы можете посмотреть. Курзулева сада, научное знание о связях с общественностью. Основы теории связи с общественностью, это тоже наш учебник питерский. И учебник Гавра я уже рекланировал. Так, что у нас со временем? Все ли пока понятно? Все ли слышно? Все ли сама? В порядке. Так, со временем 15-20. Сколько у нас период? Так, ясно. Штат Виспан. Давайте коротко. Вот пример, как мы работаем с терминологией. У нас есть, скажем, вопрос, что такое связь с общественностью. Соответственно, мы приводим несколько определений. Вот первое определение Сэма Блэка еще в 90-е годы. Значит, оно звучит так. Искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания основано правде и полной информации. У нас это всегда говорят, что это идеализирование, идеалистическое определение. То реальным бизнесом на основе такого определения нельзя заниматься. Что не обманешь, не продашь. Что пиар это приукрашивание. Значит, вот это определение типа не годится. Ну, на что Сэм Блэк всегда отвечает. Ну, это ваши проблемы, как вы ведете бизнес. Но вот на таком определении можно построить очень хорошую репутацию. Как говорили в традиционной России, слово купца заход дороже золота. Если купец сказал, он сделает. Значит, почему для бизнесменов вот это вот на правде и полной информированности оно может быть даже более эффективно, чем обманывать. Потому что если высокий уровень доверия к вам, то, соответственно, вы не занимаетесь тем, что тратите время на юристов, на оформление документов, на страховки, на прочее. То есть, вы делаете бизнес без нападных расходов. И, соответственно, снижает расходы, ускоряет работу. И, в принципе, тогда вам очень прикольно. То есть, вы звоните, патрагенту, говорите, слушай, поставь мне там, не знаю, 100 бочек, чего-нибудь. Он говорит, окей. И вы никаких бумаг не подписываете. Он вам поставляет просто под честное слово. Это же, понимаете, сильно ускоряет все процессы. Вот. Значит, еще одно определение из института общественных отношений. Планируемое продолжительное усилие направлено на создание и поддержание доброжелательных отношений между организацией и общественными. Нормальное определение, да, здесь без вот этой полной открытости и правды. То есть, вы можете, как бы, прилагать усилия на доброжелательные отношения. С другой стороны, а может, у вас имидж такой, недоброжелательный. Да, может быть такой вот, как господин пригодный. Вот. Ну, вот словарь Уэбстера. Содействие и установление взаимопонимания и доброговательность между личностью и организацией другими людьми, группами людей, а обществом в целом посредством и сопоставления международного развития, обмена информации и оценки реакций. Ну, так вот, базовое определение и словаре. Опять же, здесь мы видим, что у них доброжелательные и взаимоконимбази. Это очень производительно. На самом деле, вот когда они организовывали вся эта пиар-индустрия организовывалась, они упрямого сразу делали этические входы, рассказывали, что врать нехорошо, что... У нас в нашей школе пиар принято деление на базисный субъект пиар и, соответственно, как он называется, технология общества. Базисное это, собственно, тот, для кого делается пиар. Чаще всего это организация, то есть какой-то бизнес, организация общественная, в редких случаях отдельное физическое весо, отдельный политик, лидер какой-нибудь, или это может быть в редких случаях продюсер, художник. Ну, понимаете, базисный субъект это для кого делается пиар. А технологически это тот, кто его делает, соответственно, технологические субъекты обычно это агентство, пиар-отделы, отдельные специалисты или какая-то комбинация, то есть может быть там пиар-отдел может нанять еще и пиар-отдел в каких-то случаях по каких-то проектах. Есть еще такие понятия как публицистный капитал, то есть в результате нашей пиар-деятельности появляется некая нематериальная собственность, а именно это репутация, положительное мнение, имидж, престиж, привлекательность, налаженные каналы коммуникации и тому подобное. То есть мы всегда, когда говорим о пиар, мы всегда отделяем себя от рекламы в том смысле, что реклама мало того, что она обычно использует платные носители для коммуникации, пиар обычно использует неплатные, хотя бывают заказные статьи, там какие-то, да, то есть мы за сами носители не платим обычно пиарщика, а рекламисты всегда платят за место под рекламу. Вот, мы еще не рассчитаны на продажу, именно реклама занимается повышением продаж и так далее. Пиар может приносить иногда положительные прямо доходы большие, например, участие в выставке всегда рекламисты и пиарщики относят к своим инструментам. Какая-то проходит выставка в Гиннекспо или там не знаю в форуме петербургском экономическом вы там делаете место или участвуете там стенд и с одной стороны это реклама с другой стороны это пиар. А вы же там можете заключить договора или полностью окупить расходы на вот это пиар-мероприятие. Вот, то есть я к чему клоню, что это очень родственные сферы деятельности, пиар, маркетинг, реклама, мэджина, журналистика и мода. Мода это очень важно в современной жизни направление деятельности. Тоже такое оно нематериальное, но мода существует практически везде. Включая даже науку, там тоже есть мода на какие-то актуальные темы. Если скажем, взять социальные науки, это вот феминизм сейчас очень популярна, вот эта вся эта феминистская повестка. гендерные исследования, они очень такие модные, считаются. Вот, и мы понимаем, что они родственные, что они как везде где-то пересекаются, то есть журналистика без рекламы, ну как бы если у вас не будет реклама, так будет существовать. нет, действие государства, которые существуют только за государственные деньги, или только за все деньги, там, не знаю, холдинга, олигарха, он и не хочет никакой рекламы, но в принципе реклама это большое, всегда было большим доходом для средств массовой информации. Значит, и, соответственно, пиар тоже, но так же призываются. Хотя в последнее время в политике наметилась тенденция, что некоторые политики стали сами как медиа, мы об этом будем говорить чуть позже, и в принципе они наоборот нападают на журналистов. То есть раньше это было вообще исключено, или 30 назад вообще было все ума, что журналисты как крокодилы, их очень тяжело любить, но их не накормить. Пиарщики всегда дружили с журналистами, всегда. В последнее время, вот лет 20, уже как есть такая тенденция, что если у тебя рейтинг высокий, а у СМИ низкий, то зачем они тогда тебе нафиг нужны? Ты тогда их можешь все время критиковать. Это уже такая довольно известная популистская методика. Например, у какого-нибудь Трампа в Твиттере подписчиков 5 миллионов, а у CNN миллионов. Что он может делать? Критиковый. У него же больше, понимаете? И доверие к нему выше среди его подписчиков. А доверие к СМИ во всем мире падает. Понимаете? Падает во всем мире. Никто не доверяет СМИ. Так, при этом самое интересное, что никто не доверяет, но все равно пользуется. Это вообще просто парадокс. Есть соответствующие модели пиар-деятельности, я не знаю, слышали вы о них или нет. Это известная распространенная модель Грюника и Ханта, которые говорят, что, когда мы говорим о пиаре, что очень часто путают разные модели пиар. То есть есть модель пропаганды, она до сих пор существует. Более того, в последние тоже десятилетия в связи с цифровыми технологиями получила большое распространение. Такая цифровая пропаганда это бота-ферма, вы знаете, там и прочее. Но она была, это было всегда. Значит, и соответственно они как бы выделяют эти модели, да, они вводят два критерия. Это направление коммуникации, то есть коммуникация может быть односторонней, как сейчас. Я вам что-то втюхиваю, вы что-то записываете. Это одностороннее. И двустороннее, это как данный семинар. Я что-то было. То есть когда такой интерактив, Вот. А еще бывает симметричное, то есть когда вот на семинаре все-таки это несимметричная коммуникация. Почему? Потому что я все-таки могу вам поставить защит или не поставить. Это все-таки асимметричное, то есть я на вас как бы более сильного действия. Вот. Симметричная модель это скажем предвыборные дебаты республиканцев и демократов. специально засекают, чтобы не было перекоса. И соответственно, если мы обведем эти два квитерия, то есть симметричность, асимметричность и направленность коммуникации, то соответственно возникают, если у нас два квитерия, возникают матрицы из четырех вариантов. Понимаете? Первый вариант это publicity, когда она направленная, при этом никакой симметричности нету, она отсутствует. Цель PR на этом этапе пропаганда, коммуникация, она исторически первая возникла. То есть журналистика понятна возникла раньше, первая газета это USDOPIA, и потом возникла идея, что давайте-ка вот мы будем такую услугу введем, как улучшение имиджа, будем публиковать какие-то хорошие статьи про нашего клиента. Чистая пропаганда, или плакаты, или все так. Вот, коммуникация однонаправленная, в соответствии содержания истинного положения вообще никого не интересует, например, вот был такой известный политтехнолог, племянник Фрейда Айвенли, он, а нет, Бернейст, извините, Радио, Бернейст, но написал, кстати, книжку, интересную, кристаллизация общественного мнения. он, скажем, был консультантом Ротшильдов, была такая семья Ротшильдов, миллионеров Америки, у них было очень плохое отношение к ним, в основные общественности, все знали, что вот он такой жадный, мерзкий, ну и так далее. Вот, и значит, он пришел к тому, что говорит, слушай, давай я тебе немножко поулучшаю твое имидж, тебе будут лучше люди, ну и что ты будешь делать? А вот мы будем публиковать статьи, всякие интервью, всякие репортажи, что вот ты очень любишь семью, и семейную, семейную шнографию, стали публиковать, ну и как-то получше, может быть он и сволочь, но семью любит. понимаешь, да? Да, 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 вот, например, я тут не стал выкладывать, но вот, знаете, у нас Лукашенко есть такой президент Белоруссии, он все время с Коленькой ходит, Коленька уже 25 лет, уже скоро это, не знаю, внуков на плане, а он с ним ходит за ручку, значит, Путину и прочее, зачем? Злые языки утверждают, что это был совет от пиар-агенства, что вам что-то надо все равно делать, у нас слишком брутальный имидж, давайте-ка мы вам советуем вот хотя бы вот так, что вы будете, а он был сначала маленький, у меня даже есть фотографии, я сейчас не выложу, там с Обамой, Бишель Обамой, Барак Обамой, и, значит, Лукашенко и Коленька, официальная фотография с Гоггеба США, с Пилого дома, реально, я реально туда ее взял сам лично, то есть, это была встреча Лукашенко с Обамой, и, соответственно, потом была общая фотография, то есть, он даже не с супругой, а с Поленькой, вы представляете? Хотя, ну, ладно, формирование публики, а, информирование публики, вот это вот то, что Сэм Блэк говорит, да, то есть, не просто распространение информации, а распространение правдивой и максимально полная информация, мы говорим, мы прозрачны, нам скрывать ничего, у нас, то есть, даже если вы что-то скрываете, как-то-нибудь там, коммерческую тайну, вы говорите, мы все остальное открыли, но это мы не можем открыть, потому что это коммерческая, а были компании, которые все открывали, например, вот этот компьютер, за которым мы сейчас работаем, это IBM совместимый компьютер, была такая компания IBM, они раньше производили компьютер, почему IBM совместимый, потому что эта компания сказала, а у нас теперь никаких технических ноу-хау, патентов нет, хотите, копируйте, мы все открываем, пожалуйста, ну и все, все стали делать компьютеры, ну вот такие, как IBM совместимые, они там, там было много производителей, осталось только два, Apple и IBM, все, больше никого не оставят, а Apple, они закрыты, они своя платформа, но если говорить по доле рынка, то, вы знаете, все-таки IBM совместимых компьютеров больше, и объем рынка тоже больше, ты бы делал, что он поделен между разными игроками, а у Apple все достается это, ну возможно такая стратегия, возможно, это вы выбираете сами. Здесь уже появляются какие-то исследования, хотя исследования, это типа обратная такая скрест, но она такая, читабельность, типа там, дошло сообщение, не дошло, и потом появляется двустороннее асимметричное, двустороннее асимметричное. К чему я кланю? К тому, что до сих пор, вот этой доли пропаганды, до сих пор 25-30 процентов, то есть, 1-3. Вот, почему? Потому что, смотрите, это проще всего, причем, вот не обанишь, не провод продаж, вот сюда подходит, то есть, вы пишете буклеты, где-то вы пишете, у нас все хорошо, люди покупают, у них все плохо, ну и что? Вы купили все? Вот, вот это, которое на полное информирование, я не знаю, сколько там, они не приводили каких-то цифр, но вот смотрите, вот это самая крутая, двустороннее, симметричное. Основной целью на этом этапе является взаимопонимание. Процесс коммуникации двусторонний, при этом наша организация меняется. А вы найдите у нас вообще олигарха какой-нибудь или владелец компании или какой-нибудь организм, который захочет меняться. Вы же представляете? Не, ну серьезно. То есть, все говорят, пусть другие меняются, почему я должен меняться? Понятно? И при этом обратная связь максимальная, то есть, тут все именно преимущественно используется понимание, исследование очень значимое, то есть, прямо, получается, вы делаете форум какой-то на сайте, допустим, или, не знаю, группу в социальных сетях. Вместо того, чтобы там манипулировать вы реально пытаетесь наладить взаимопонимание. Понимаете? Извините, это надо долго работать. Это значит, надо посадить модераторов, а не просто сразу блокировать что угодно. Понимаете? То есть, реально, это большая большая проблема. Вот. То есть, она и с технической точки зрения, то есть, это нужен большой объем финансирование. как бы, такой парадигмальный, чтобы руководство действительно это понимал, что, чтобы они тоже были готовы менять. То есть, например, сейчас западные подкомпании, там, по чем 100, по чем 500, ведь, почему они все убежали из России? Ну, что? Ну, вообще, синим мнением. А они, что, думать, хотели убежать? Нет, конечно. Некоторые даже остались. Но я к тому, что просто, вот, пиар нынче дошел до того, вот в этой модели, пиар доходит до того, что не говорит, не просто, что вот, давайте немножко поменяемся так, чтобы выглядеть получше. Они говорят, не, надо реально поменяться. То есть, ну, какой-то компанией. То есть, компания, нефтеперерабатывающая, еще что-то. Слушайте, а вот нам нужно совет директоров женщин включить. А вот нам нужно афраберить. А вот нам нужно, то есть, они говорят, надо меняться. Компании. А кто же захочет? Вы понимаете, кто же, ну, вот. Поэтому вот такой вот, такого настоящего пиара, такого высокого пошиба, его мало. Что он очень высокозатратный, и он требует большой квалификации людей, готовности меняться, адаптироваться, и это очень трудоемко. Реально. То есть, вы же знаете, да, можно сделать группу в социальных сетях для какой-нибудь фирмы, для организации и закрыть комментарии. Супер. Не надо ничего там читать, там что-то отличается. Все отлично. Отлично. Вот. А с другой стороны, обычно как? Приходит КВН-пиарщик такой с большими амбициями. Давайте мы сделаем группу, будем там комментировать. А потом, знаете, посидит несколько дней и поводирует. И так говорит, блин, мне боится столько не платить. Все как обычно. Ну вот, давайте, смотрите, дадим еще пару определений, просто чтобы акцентировать разницу между вот этими моделями. Вот это классическое определение пропаганды, да, из книжки Джо, это Доннелла, пропаганда и убеждения. пропаганда, это целенаправленное, систематическое стремление формировать восприятие, манипулировать на них, то есть, я так подчеркиваю, и направлять поведение для достижения реакции, то есть, ну, как бы подталкивать, да, манипулировать людьми соответствующие реализации желаемой пропагандистам цели. Эта цель может быть как позитивная, так и негативная. Для кого позитивная, для никого негативная. Кому война, а кому мать одна. Говорить. Я хочу сразу сказать, что мне, например, это определение не очень нравится. То есть, оно не мое любимое, мы можем долго об этом сейчас поговорить, что такое пропаганда, да, 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 но не будем. И вот, например, определение, к которому я вот полностью, вот именно к этому я больше. Сэм Блэк, я говорю, что это возможный способ. Есть такие люди. Я знаю прямо, я вот бизнесмен, владеец садового такого большого центра, который вот прямо поэтому работает. Про Сэм Блэк, он никогда не врет. Никогда. У него репутация, к нему толпы народа, потому что он никогда никого не обманывает. Более того, он часто с кем-то там поругается, там объясняет, что вот, вот эти вот минеральные, минеральные там, удобрения. Поругается, потом, к нему, приходит, говорит, знаете, вы были правы, давайте я буду следовать вашим советам. Вот. Короче, то есть по своему блоку можно работать, другое дело, что не все готовы, наверное. Значит, вот то определение, к которому я присоединяюсь. Связь с общественностью это управленческая функция по установлению и поддержанию взаимовыгодных отношений между организацией и общественностью, настроения мнений, которые зависят успеха или неудачи организации. То есть нам не все и общественные группы нужны. Не все. То есть там, просто это управленческая функция, да, вот мы управляем коммуникацией, мы делаем такую вот среду коммуникационную, которая будет вот на взаимовыгодной. То есть мы стремимся делать так, чтобы был, да, мы продаем какие-то товары, но мы же понимаем, что мы на этом что-то зарабатываем. И вы тоже, ну, всем должно быть как бы положительное. Так, ну и вот, если вот так вот коробко суммировать, да, значит, что такое пиар-деятельность, то вот можно сказать, что значит, цель пиара это формирование эффективной системы коммуникаций, соответственно, предмет это управление публицетным капиталом, объекты базисные и технологические, субстанция, публичная коммуникация. Почему публичная? Публичная это когда паблика, когда все видят. Характер и содержание, соответственно, это управленческая, социально-практическая, коммуникативная, рыночная, наука, искусство, технология, социоинженерная деятельность. Совокупность социальных технологий результатов пиара это оптимальная коммуникационная среда, эффективный для базисного субъекта публичный дискурс. То есть вот есть такое мнение, шутка такая, что не бывает плохой публикации с вами микролога. Это шутка. На самом деле все пиарщики знают, что могут быть такие публикации, после которой микролог надо будет закатывать. То есть как бы субъект вздохнет. Поэтому вот, например, очень большая проблема для имиджа санкт-петербургской университетом была вот эта вот доцент такого хиберогнина. санкт-петербургской университетом, который расчленил аспирантов. Как ее? Блин, я забыл. Цоколой? А, Цоколой, да. Вот. Это был большой удар. Я знал просто несколько людей, которые мне говорили, что значит там родители воспрепятствовали, но они в результате все-таки поступили. Но я даже знаю несколько человек, которые сказали, что мы им запретили, они поступили вредить. просто это реально. Ну да, то есть по другому не закончится как организация, но это реально большая проблема. По секрету могу сказать, что пиар-отдели до сих пор с этим в нашем пиар-отделе. До сих пор. До сих пор. Вот. И поэтому у меня есть другой пример. Скажем, был такой депутат от КТРФ не Грудинин, а этот сейчас вспомню. У него был кризис, который еще лося-то убил. Сейчас как-то его рашкой. Вот. Так чему это привело-то? Это вроде бы кризис, ну вроде бы не правок, он же лишился поста, он просто перестал на депутаты, пошел, сходил, неудачно поохотился, все. Поэтому, что он не мог работать дальше депутатом? Физически мог. Там кнопку не нажать, там запротив, расплюнуть. Можно, по-моему, лошадь там поставить, дротировать, она будет все время на снимать кнопку или обезьяну, и все будет нормально. Будет депутат. То есть, он уже мог быть, после этого кризиса. Но видите, чем закончилось у человека, карьера, на мой взгляд, на 99,99% закончилась. Вот, поэтому не бывает, ну, это шутка, что не бывает против публикации в обеде проводов. Бывает. Более того, я хочу сказать, что есть разные имиджи, есть разные субъекты и им разные нужны. То есть, понятно, есть скандальная желтая пресса, да, вот, у них наоборот вся их, вся их известная, весь их бизнес строится на том, что они инфанцирибль, что они такие ужасные, плохие, мерзкие, противные. Ну, на этом их имидж строится. Поэтому для них, да, чем больше аду, тем выше. Но тоже вопрос такой, что должна быть какая-то целевая аудитория, вот, вот, как вот с этим определением, да, вот этого общественного, какая-то должна быть лояльная аудитория, которая будет в любом случае их поддерживать. Понимаете? То есть, они будут говорить, да, а как он им приезжал? Ну, типа у Трампа, да? Ну, ладно. Значит, смотрите, соответственно, мы можем использовать, когда мы характеризуем пиар как объект научного исследования, мы можем сказать, что это некая межрисциплинарная опора, общенаучные методы, можем использовать инвестические подходы для анализа текста в контент-анализ, общенологические методы для анализа целевых аудиторий, новые методы сетевой анализ, эксперимент, все мы можем использовать, то есть мы можем сказать, что в принципе пиар может быть объектом научного исследования, потому что есть объект. Вот, когда Владимир Владимирович сказал, что политология это не наук, он сказал, нету предмета и нету метода. Про предмет он промолчал скромно, потому что это он. Предмет политологии есть. А вот, Но что касается методов, то да, они общие социологические, то есть общие такие социально-экономические. Есть ли какие-то отдельные методы у пиара? Вряд ли. Скорее нет. Так вот, в том-то все и дело. Скорее всего, нет. Если, скажем, мы замеряем какую-нибудь вебометрику, так они маркетинг используют. Если мы измеряем какую-то аудиторию, какие-то СМИ, журналистики используются. Ну, короче, я не могу сказать. У политологии, например, если мы говорим, что политология, какие-то специфические методы, тоже вопрос. Скорее нет, чем да. Скорее нет. Единственное, что... Ну, так Путин сказал. Да, да, да. Нет, так Путин сказал. Но, с другой стороны, когда мы говорим о политологии, у них все-таки есть специфические методы политической философии. Потому что политология включает в себя обычные международные отношения, то есть политические системы, политические партии, политическое лидерство и политическую философию. А где какие-то методы научные философии? Никакие. Нам следует не думать только если. Там нормативное творчество. Люди предлагают какие-то идеи, там, предложения. Короче, вот это вопрос. И я-то считаю, что, ну, если есть объект у науки, то, значит, мы можем сказать, что это наука. Хотя, конечно, это наука и искусство. Так, ну, давайте посмотрим. Как строится это взаимодействие органов госслужбы и средств массовой информации? Для этого используются традиционные методы для PR. В принципе, я не вижу большой специфики по отношению к бизнес-пиару. То есть мы используем самый первый метод Media Relations, который еще, вот, Вернайс использовал для публикации Аркфеллера. А Media Relations, да, то есть мы рассылаем пресс-лизы, мы делаем на сайте какой-то раздел пресс-служба, там вывешиваем какие-то вот заявления для прессы. Мы проводим пресс-конференции, мы проводим круглые столы с участием в журналистах, мы делаем пресс-подходы после переприятия, мы делаем брифинги, ну, и все, вот, вот, Media Relations. Это типичная, самая известная инструмент. Значит, вопрос только вот в чем. Там есть, смотрите, вот, если вдруг вы будете писать ситуацию только по похожей теме, то вы обнаружите, что там все-таки за сто лет существования PR произошли такую эволюцию. Например, есть такая фраза SpeedKills, скорость убивания для PR-щиков. Это значит, что вы должны моментально реагировать на какие-то сообщения в СМИ. Например, раньше пресс-конференции проводились раз в неделю. Теперь каждый день. То есть базовый субъект PR должен каждый день общаться. То есть просто замеры проводятся, да, вот, от того стиля Media Relations, который был 50 лет назад до сейчас, от первого отличия, что он раз в 10 интенсивный. Просто более часто, более оперативно, более часто и постоянно. Значит, делаем мы поблизости, делаем специальные прессы, делаем, делаем инстанционные поводы, делаем, делаем специальные, все, все мы это делаем. Да, значит, соответственно, но есть развитие. То есть мы сейчас об этом чуть-чуть поговорим. Вот эти исследования в области коммуникации органов власти и журналистики, и журналистов, они развиваются вот как бы вслед за трансформацией всего информационного пространства. Да, то есть, например, в 90-е годы долго обсуждалась такая теория, где массификация масс-медиа. Что масс-медиа будет огромное количество, а у них будут маленькие аудитории. То есть я помню в советское время в моем городе был один телеканал. Один. И там, когда показывали мушкетеров, вся детвора на следующий день выходила со шпагом. То есть на следующий день. Показывали Роберт Гуда, на следующий день все выбегали с луками. Показывали Чемпионат мира по футболу, на следующий день все играли в футбол. То есть вот вообще все, девочки, мать, все играли в футбол. Понимаете? Почему? Потому что был один канал. Сейчас их очень много. Но при этом оно может быть, как бы происходит демассификация средств массовой информации. Да, они становятся, у них аудиторий меньше. Но при этом есть такие гиганты, как YouTube, в которых наоборот какая-то мега аудитория. То есть какое-нибудь вирусное видео могут посмотреть 2 миллиарда человек. Гангбенстаг, например. Когда 2 миллиарда человек видели одно и то же видео. Вы понимаете? Какие тут демассификации? Но это платформа. YouTube, это платформа. Это не СМИ. Это платформа, в которой существуют многие СМИ. Это разные вещи. Есть теория медиатизации политики. О ней мы тоже поговорим. Есть концепция медиакратии. Или медиамонополия. Что медиа вытеснят из политики традиционных субъектов. Акторов политического процесса, типа политических партий. Но этого не произошло. Скорее партии и лидеры сами стали медиа. Это вот как раз теория медиатизации. Но в каком-то смысле медиакратия произошла. То есть те люди, которые умеют работать с медиа, занимают больше и более высокие позиции. Например, когда в последний раз Путин встречался с Трампом в Хельсинке. И от нашей делегации поехали на эту встречу кто? Министром странных дел и Песков. И все. Ни министра обороны, ни министра... Никого нам больше никого не было. Нужен тот пиарщик. Вы понимаете, да? Главный результат встречи Обама, последней встречи Обама с Путиным в Женеве был в том, что произошли вне пресс-конференции по окончанию. Не одна общая. Одна для американского президента, одна для русского президента. Отдельная. Вы понимаете, о чем это было? Что американцы сказали, мы не хотим. Потому что в прошлый раз было очень печально. Путин сказал Трампу, ну мы же вот поговорили, и Трамп что-то там промямлил, и выглядело так, будто он согласился. То есть Путин так сформулировал вопрос во время общей пресс-конференции, что выглядело, будто Трамп совсем согласен, что Путин делает. И все сказали, что Трамп-то проиграл, он какой-то ненастоящий. Вот. Короче, и поэтому Байден сказал мне, ну кто-то ему посоветовал, что даже если вы будете вдвоем, вот просто одна фотография вдвоем, вы там что-то вообще говорите, даже если вы будете возражать, все равно все скажут, ну вот Путин опять вас переиграл. Давайте мы вообще не будем. Бабандеи. Вот. Последние годы есть такая тема, как это Камеру, очень популярная нынче тема. И что для политики это значит? А это значит, что она поляризируется. То есть если вы в закрытой эко-камере, вы скажем, про Трамписта, и про демократа, они не знают, как Лива, как это там у них там, Берни Андерс, как он? Андерс Берни, Берни Андерс. Ну короче, крайне левый демократ. Вот. Берни Андерс. То у вас закрытые эко-камеры, то есть вы только сами с собой разговариваете, с своими людьми, а с теми вы только можете, только уже взять автомат и только так разговаривать. Это вот в чем проблема полиализации. Когда в обществе выделяются два полюса, общественное может быть поляризованное, а может быть таким вот ближе к центризму. Обычно раньше было в демократических странах, когда их был большой средний класс, и он был таким центричным. И основная задача у политиков, скажем, в Америке была у кандидатов в президенты, это взять именно этого срединного избирания. То есть доказать ему, что вы более срединный, чем тот, а тот экстремизм. А теперь, видите, и это очень плохо, потому что это будет так и страна, может развалить. Да, да, да. А почему это получается? Потому что это вот алгоритмы так работают в социальном сети. Они вам подцалывают, подтаскивают те сообщения, которые они думают, что вы будете лайкать, вы будете лайкать те, которые вам больше нравятся. Соответственно, появилась такая идея, как постправда, что вообще нет никаких фактов, все это интернативные факты, информация и так далее. И, соответственно, отсюда появилась такая вот коммуникативная агрессия, повышенная, вот это вообще хейт-спич, то есть теперь люди нормально разговаривать не имеют, дебатировать, они сразу переходят, да ты фашистов, вот и проговариваешься. И причем нецензурно. Еще очень интересная тема, это вот тоже такая статистическая, что журналистов становится все меньше и меньше, роботизированная журналистика, а вот пиарщик становится все больше и больше. По любой статистике, вот в Америке есть пиарщик на одного журналистка. Более того, основные пиарщики занимаются, журналисты работают, а они как бы готовят материалы, а потом где-то их, так сказать, публиковали. Нужно ценить. А если учесть еще, что из средств массовой информации около половины это корпоративные средства массовой информации, типа знаете, вот у нас есть, была точнее, Икея, у них был каталог. Вот такой. Толстерник. И там были не только вот просто какие-то там столы с ценниками, там же были статьи, ну какие-то там, знаете, там по дизайну. И таких вот средств массовой информации полно. У Сбербанка, скажем, две где-то, она для покупателей, она для внутренних. Ну и так далее. А это же кто? Ну как бы считается, что это пиарщик делает вообще. Хотя там очень много выпускников в пути этой журналистики, то есть каким-то журналистиком додаванием. Но еще вот одна вот здесь статистика я не указал. В России профильное образование журналистка имеют около 20% только журналистов. Остальные не профильные. Они никогда не думали быть журналистами. То есть они вообще-то не журналисты. Образование. Очень много пиарщиков, которые, скажем, Песков, он же журналист. Он сначала был журналист, а потом перешел такой, просто он больше платит. Если посмотреть на его часы, которые он бросит. Иногда. Да. Ну и бывает и наоборот. То есть человек работал в пиаре, потом наоборот. То есть они бывают ходят туда. Это нормально. Да, еще в последние годы, вы знаете, вот такая наметилась тенденция, что от журналистики как такового стали оплазоваться, называется медиакоммуникация. Даже у нас теперь вот аспирантский этот курс называется медиакоммуникация журналистика. У нас специальность, на которую мы поступили, она называется медиакоммуникация. Почему вы? Потому что теперь мы говорим это как медиакоммуникации. То есть вот самой журналистики осталось очень мало. Вот этих вот известных журналистов, которые занимаются там в этом направлении журналистики, осталось мало. А вот медиакоммуникацией они занимаются все. Вообще-то сейчас невозможно вообще никаким ни производством, ни искусством, ничем заниматься, если у вас нету медиаприкрытия. То есть если у вас нету сопутствующей медиатизации вашего процесса. То есть допустим вы вяжете вените. Так вам нужно обязательно снять блок про то, как вы вяжете вените. Но иначе не пройдет. Иначе не продадите ничего. Вот и думаете зачем я сейчас записываю это с вами? Потому что я потом витуб прожилю. Пока есть такая возможность. очень хорошо этот Teams работает. Так ну и так далее. Мы можем пойти дальше. Реклама меняется. Меняется. То есть мы видим что сейчас вот это нативная реклама интернет реклама уже опередила телевизионную по объемам по влиятельности. Да у нас теперь появились разные цифровые платформы и так далее. То есть очень много тем которые приводят к тому что медиапространство то которое мы сейчас имеем оно просто я не знаю на 90% отличается от того которое было в 80-е годы до интернета. Это просто как разные вселенные просто просто разные вселенные. Вот и еще очень важно да вот мы помните мы говорили о виртуальном постмодернизме и так далее была очень известная теорема Томаса и мы на этом будем заканчивать например до перерыва был такой социолог американский Уильям Томас и он как-то сформулировал что reality is irrelevant то что у нас в реальности вообще это вообще никого не волнует а вот perception is то что думают вы то как они воспринимают грубо говоря что если люди думают что эта ситуация реальна то они будут поступать как-то так реально если люди думают что эта ситуация реальна хотя она виртуальна то вот последствия от этого будут реальными хотя ситуации вообще нет а это значит что мы можем сделать какое-то социальных медиа какое-то мероприятие которое якобы состоялось и если люди будут думать что оно реально состояло вот я помню долевые годы не на лицензирование прислали статью там человек рассказывал что он сделал эксперимент хотя кстати никакого согласия не было в общем чем эксперимент заключался он сделал виртуального физика ядерщика атомщика из россии который якобы в америке теперь профессор и этот его американский профессор он участвовал в нескольких научных конференциях он дал около десяти комментариев массовой информации и никто его не распустил то есть его эксперимент заключался в том что он предложил фейкового эксперта этот эксперт участвовал в массовой информации и этот эксперт был не абы кто а про ядерную физику про атомные станции я конечно эту статью завернулась прошу это не этичный метод исследования что такие эксперименты мы не можем делать без разрешения да вот но вообще это было круто то есть я так думаю офигеть никто а я могу сказать причем потому что материал вам прислали какой-то там комментарии профессор там ядерщика там вася пупкин из штата мэрли кто пойдет проверять а нам же нужно сейчас сейчас выпустить номер там выдать новость с комментариями эксперта вы понимаете поэтому у нас по телевизору на пантологии по центральным каналам я там не вижу ни одного эксперта настоящего то есть там расскажу марков сергей в атаках никогда раньше был экспертом но теперь он в общем каких научных статей не пишет но когда-то он писал он был одним из самых цитированных русских авторов с корпусе по политологии но это был данный вот то есть а это вот чисто вот такого знаете постмодернизма а получается что мы можем много чего делать и даже если потом автор на площадке докажут что это был фейк ну и что ну и что это как бы очень очень такая печаль это как раз кстати очень интересная тема для исследований вообще-то да вот это вот с постмодернисткой точки зрения соотношение реальности виртуальности да вот фейт-ньюс фейт-ньюс вообще тема очень горячая что можно было бы ее поисследовать но она дико сложная вот просто вот я не знаю вы по какой теме пишите хорошая тема хорошая тема а единственное что ну вот с теорией да ну что у вас есть там это докинг да что у меня есть хороший знакомый в саратове артем он трактует первую очередь мемы как метафора вот и но у него получается метафоры это меха дизайн это вот бар это вот может с этой точки времени ну ладно давайте сделаем перерыв давайте перерыв до 15 до нас какие-то 20 минут сколько там я пойду чем попил ладно и потом продолжим хорошо кто там онлайне там есть кто-то остался еще привет как дела все хорошо все хорошо ладно я выключаю запись значит если может какие-то вопросы вот и вот и Продолжение следует...